Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Сам себе арендатор. Работу предпринимателей на пляже Мыс Видный проверят контролирующие органы. Перегруз почти в два раза. Чересчур популярный у туристов катер обнаружен в поселке Лазаревское. Недорого и вкусно. Где сегодня в Сочи работают кубанские ярмарки-привоз и что сейчас везут на курорт фермеры? Юных сочинцев учат стрелять из пневматического пистолета. На площадке нашего двора мастер-класс для них провели чемпионы мира. Сохраняя традиции и оберегая веру. Евразийский форум казачьи молодежи впервые проходит на Кубани. 200 казаков из 29 регионов страны, а также их руководители и духовные наставники съехались в Темрюкский район. Официальный старт форуму сегодня дали глава Кубани Бениамин Кондратьев и председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В этом году летние сборы, которые продлятся до 22 июля, проходят на Таманском полуострове. И не случайно, ведь именно отсюда, как отметил губернатор, 227 лет назад началась история Краснодарского края. Мы должны действовать вовремя для того, чтобы сохранить сегодня дух казачества и патриотизм в народе, который пришел на эту землю. Кстати, мы специально собрали вас на Тамане. На Тамане – это первая земля, на которую вступили кубанские казаки 227 лет назад. Вот с этого именно места начиналось кубанское казачество. Они вступили на эту землю, поверили в эту землю со своими детьми. Вот вы просто представьте себе, насколько мощные были наши предки. Мы сегодня гордимся нашими предками, но мы гордимся прошлым. Я бы хотел, чтобы наши дети, наши уже последующие поколения, тоже нами гордились. Главная задача казачества сегодня – защита народа и своего отечества. Кубанские казаки с честью выполняют эту работу. Патрулируют улицы, охраняют школы и детские сады. Также в крае появился союз казачьей молодежи, объединяющий почти 100 тысяч человек. Кубань стала лидером России по количеству призывников в армию, обогнав Москву и Московскую область. Об этом губернатору Краснодарского края на рабочей встрече доложил ВНКОМ региона Александр Кузнецов. Сейчас завершается весенний призыв. На сегодняшний день в армию из региона отправились больше 6,5 тысяч человек. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, отметил, что кубанские новобранцы – одни из самых подготовленных в стране. Сегодня мы опять идем с опережающими темпами по призывникам. И у нас сегодня достаточно хорошо поставлена работа с призывом. Важно, чтобы ребята на самом деле попали в войска, которые будут, если говорить откровенно, отвечать их, в том числе и интересам, потому что кто-то тренируется, готовится к службе в армии, каждый хочет попасть в элитные войска. Лучшие, достойные, я думаю, 100% должны в них попасть. Это призывники из Кубани, они у нас в основном все занимаются спортом, они все подготовлены к службе в жирных силах. У нас степень годности увеличилась на 2%, и составлять будет, по прогнозу, 82%. Каждый третий призывник гонит в космонавты. И вот то, о чем мы говорили, это спецназ, у нас здесь, в Южном округе, много подразделений этой направленности, мы туда отправляем. Мы отправляем воинов-казаков, около 300 мы направили в части, дислоцирующиеся в Южном округе, и не только, и в президентский полк. Глава региона добавил, что важно отслеживать судьбу кубанских призывников непосредственно уже в самих частях. В случае необходимости родители должны без проблем связываться со своими детьми, проходящими службу в армии. Мы должны к ним относиться как не только к призывникам, не как только к воинам, а к тем, кто вернется в наш край и дальше будет заниматься трудовой деятельностью. И неважно, какое дело он для себя выберет, пойдет ли в вузы, пойдет ли в рабочую специальность. Это наши призывники, вы правильно сказали, это наши солдаты. И мы должны сделать все, чтобы они качественно ослужили и безопасно. И вернулись в наш край, вернулись к себе домой для того, чтобы дальше все вместе строить и экономику, и жизнь в нашем крае лучше. У нас по вашему поручению работают две группы, которые работают не только с призывниками, но и с родителями призывников. И готовы в течение года мы отслеживаем судьбу наших солдат, выехать в часть, решить любые социальные проблемы, если они возникнут. Военный комиссар Кубани также рассказал Вениамину Кондратьеву, что была улучшена работа по вручению повесток. В Тихорецком районе отремонтируют инфекционное отделение районной больницы, а в детском саду Кропоткина обновят электропроводку. С этими и другими вопросами жители края обратились к замглавы региона Анне Меньковой. Она провела личный прием граждан. Например, Яна Васильченко из Славенска на Кубани рассказала, что в детском саду номер 24 окна и двери давно пора заменить. А пока в группе, куда ходит ребенок, жарко и душно. В этом году учреждению исполнилось 26 лет, и на полную замену нужно 2 миллиона рублей. Анна Менькова напомнила муниципалитетам, что именно они ответственны за состояние социальных объектов. Ремонт детских садов и школ, еще раз повторюсь, относится к вашим полномочиям. Впервые губернатор выделил 500 миллионов рублей на ремонт школ и детских садов. Вы не справляетесь с этой задачей просто. С вас, в принципе, тоже немного требовалось своевременно подать заявку. Менять окна нужно везде. Поэтому посмотрите, давайте первым этапом на сложившуюся экономию в 500 тысяч рублей мы ремонтируем окна именно в этой группе. Меняем окна в этой группе, и двери там надо менять, напоминаю вам. И смотрим по новой экономии бюджетных средств для того, чтобы поменять окна в соответствии с проектной документацией. Анна Менькова дала поручение решить эту проблему до конца года. Еще к вице-губернатору на прием пришел 14-летний Богдан Пальчиков. Подросток серьезно занимается музыкой. Он уже лауреат российских и международных конкурсов по игре на фортепиано. Мальчик попросил закупить новые инструменты для Краснодарской школы. Совсем скоро для учреждения приобретут пианино и концертный рояль. К другим новостям. Сам себе арендатор. Работу санатория «Мыс Видный» теперь проверят контролирующие органы. На прошедшем в пятницу совещании по безопасности на воде в своем отчете начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи рассказал, что в ходе проверки выяснилось, санаторий «Мыс Видный» не заключил договор на аренду муниципального пляжа, но активно пользуется им, в том числе сдавая в прокат пляжное оборудование. Это незаконное обогащение, тем более за счет муниципальных территорий, которые не находятся в аренде. Ранее санаторий ежегодно заключал договор аренды, и никаких проблем не возникало. Почему бумаги нет в этом году, теперь будут выяснять компетентные органы. Санаторий «Мыс Видный» незаконно загородил муниципальную пляжную территорию без всяких договорных отношений с администрацией города Сочи, при этом взимая денежные средства с отдыхающих и гостей курорта. Администрация города Сочи обратилась в прокуратуру города Сочи с официальным письмом в УВД города Сочи, в полицию, а также в управление федеральной службы в сфере природопользования. Также администрация города Сочи направила претензию на «Мыс Видный». Претензии были и по поводу прохода к морю. Мэрия напоминает, на любой пляж санатория, за исключением ведомственных, вход свободный, включая и пляж санатория «Мыс Видный». Перегруз почти в два раза. Такое нарушение выявили полицейские сотрудники инспекции по маломерным судам в поселке Лазаревское. Проверки катеров, катамаранов и водных аттракционов проводятся регулярно, но участились после трагедии в Джубге. Там в результате перегруза катера утонули две женщины. Такое же нарушение обнаружили в Лазаревском в рамках операции «Курорт-2019». Катер «Марлин» перевозил 23 человека, а положено по судовому билету 12. «Опрашиваются граждане, которые находились на данном судне. Также просматривается вся документация, которая находится на данном судне. Лицензирование, как выходил данный судно, откуда он отправлялся, имел ли он договор водопользования. Данный материал весь соберется и направится в Следственный комитет на транспорте для принятия законного решения». Инспекторы составили административный протокол, а также проверили, оснащено ли судно спасательными жилетами и аптечкой. Еще одно из обязательных требований к маломерным судам – наличие на борту средств пожаротушения. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Новый цикл бесплатных экскурсий «Прогулки по Краснодару» стартует 20 июля. Знакомительный проект рассчитан на два выходных дня – субботу и воскресенье, 20 и 21 июля. Как сообщает пресс-служба Туристско-информационного центра Краснодара, участники смогут узнать об истории города, памятниках культурного наследия, интересных фактах биографии знаменитых жителей. Первая экскурсия под названием «История одной улицы» пройдет 20 июля в 10 часов. Экскурсанты пройдут по маршруту, включающему в себя посещение таких экспонатов, как дом-музея Бурсака, здание армянского церковно-приходского попечительства, гостиница «Националь», здание 5-й женской гимназии, жилой дом «Эргановых», здание 1-й женской гимназии и другие. В воскресенье в 10.00 начнется экскурсия «Генеральская сестра улицы Красная». Она пройдет на улице Рашпилевская, где расположены жилые дома генерала Улагая, купца Горчакова и врача Рухлина. Здание бывшего Кубанского областного правления, певческого хора, бывшая инородная аудитория Александра Невского братства и памятник Рашпилю. Записаться на бесплатные экскурсии можно в туристко-информационном центре Краснодара. И к другим новостям. На Кубани подорожали лук, огурцы и картофель. Цены на продукты питания проанализировала «Комсомольская правда». Если сравнивать показатели июня за прошлые и нынешние годы, то можно заметить, что существенно подорожали лук, огурцы и картофель. Кроме того, выросли в цене пшеничный и ржаной хлеб. Дороже стали рис, мясо кур, чай и сахар. Однако подешевели морковь, яблоки, помидоры и белокочанная капуста. А вот неизменной в цене осталась только водка. Стоимость литра за год выросла всего на 0,1%. В мае годовая продовольственная инфляция составила 7,4%. На ее рост повлияла динамика цен так называемого «борщевого набора», стоимость которого возросла до 223 рублей. Это связано с ранним исчерпанием урожая в Европе. Из-за этого на европейский рынок переориентировалась часть стран, поставляющих в Россию овощи, в том числе картофель. Повлияло на инфляцию и более ранние появления в продаже отечественного картофеля нового урожая, который, конечно, всегда дороже прошлогоднего. В предыдущие годы он поступал на рынки лишь в июне. А в Сочи круглый год проводятся ярмарки. Привоз свою продукцию там представляют производители со всего края. Чем сейчас, в середине июля, изобилуют прилавки, расскажем в нашем материале. У нас ярмарка хорошая, недорогая, но люди довольные покупатели. В свое время инициатором создания таких ярмарок выступил мэр Сочи Анатолий Пахомов. Идея понравилась всем. Продукция экологически чистая, выращенная на собственных земельных участках. Это все по душе покупателям. Поэтому сельскохозяйственные ярмарки в Сочи востребованы у местных жителей и гостей города. Прежде чем попасть на прилавки, продукты проходят тщательную проверку. Заключены договора с ветслужбой. На постоянной основе рассуществляется и лабораторный анализ всей представленной здесь продукции. И ветеринарные врачи выходят здесь же на месте, проверяют продукцию. Нельзя не отметить и удобное расположение ярмарок. Для покупателей, как правило, организованы бесплатные парковки. Мацистинская ярмарка переехала на новое место недавно. Но при этом сельскохозяйственный информационно-консультационный центр уже успел наладить инфраструктуру. У нас бесплатная большая автостоянка для покупателей и участников ярмарки. У нас, спасибо Кубаниэнерго, проведено сетевое электричество, то есть торговая точка, обеспеченная электроэнергией. Еженедельно на ярмарках продается около 70 тонн сельхозпродукции. Прилавки ломятся от изобилия. Фрукты и овощи в Сочи везут из нескольких регионов. На что больший спрос, продавцы сказать затрудняются. Как правило, придя за чем-то одним, покупатели уже не могут остановиться. Уж больно велик выбор. У нас самые сладкие персики Крым. У нас Краснодарский край, самые домашние баклажаны. Огурчики, которые можно закручивать, перец, лук. Кукуруза трех видов, масло молодости. Кукурузочка, пожалуйста, кукуруза, холодный отжим. Для детского питания, особенно врачи рекомендуют. И я тоже, да. Ярмарки работают в течение всего года. И всегда, будь то лето или зима, найдётся покупатель на свой товар. У нас всё кушают по сезону. Самое главное – товар всегда у всех свежий. У всех продавцов свои постоянные покупатели. Все без исключения покупатели, помимо качества продуктов, отмечают и низкие цены. Цены отличаются от всех городских рынков, которые находятся в городе. И качество. В принципе, здесь все рыночники, которые продают, мы их всех уже в лицо знаем. И они нам как бы продают всё, что свежее. Ну и то, что касается мяса, и то, что касается молочных продуктов, они все проверены качеством. Продавцы культурные, обходительные, всё есть. Глаза разбегаются, что купить даже не знаешь. Сейчас в Сочи работают пять ярмарок выходного дня, где продавцы ждут местных жителей и гостей курорта. Так, в Лазаревском районе ярмарочный привоз открыт ежедневно с 8 утра до 8 вечера на аэродромной 3. Кроме этого, в Лау на улице Разина, в районе дома номер 22А, такая ярмарка открыта по пятницам, субботам и воскресеньям. Также ярмарка работает на улице Армавирской в районе домов номер 100 и 76. Она открыта с 8 утра до 8 вечера по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. В Хостинском районе, в микрорайоне Мацеста, на аллее Челтенхэма, в районе парка, ярмарку можно посетить в такое же время. А в Адлерском районе, в Красной Поляне, ярмарка находится на пересечении улиц Турчинского и Трудовой Славы, в районе поселкового парка. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Юных сочинцев учат стрелять из пневматического пистолета. В рамках городского проекта «Площадка нашего двора» – мастер-класс для детей провели чемпионы мира. Напомню, в 2021 году в Сочи пройдет чемпионат мира по практической стрельбе. Ежедневно на 147 придомовых площадках проходят различные активности для детей, которые летние каникулы проводят в Сочи. Каждая из площадок нашего двора закреплена за профильным ведомством администрации. Задача специалистов управления – организовать интересный и разнообразный отдых для школьников. Это и анимация, и творческие встречи с артистами, и спортивные игры. На площадке все лето работают учителя физкультуры, тренеры и волонтеры. В гости к юным сочинцам приходят и шефы, разумеется, с подарками в виде спортинвентаря, канцелярских принадлежностей или мороженого. А на досуговой площадке, что на улице Рос, прошел мастер-класс от чемпионов мира по стрельбе из пневматического оружия. Мы все больше и больше пытаемся удивлять в рамках проекта «Площадка нашего двора». И как раз это новое удивление, новый сюрприз для наших детей и подростков. Это своего рода такой мастер-класс, который нам позволит взрастить именно сочинских спортсменов. И мы надеемся, что в 2021 году именно сочинцы возьмут какие-то титулы. Мастер-класс для юных сочинцев провела лично Анастасия Черненко, четырехкратная чемпионка мира по практической стрельбе. На время подготовки к чемпионату мира Анастасия перебралась в Сочи. Сюда в 2021 году приедет более полутора тысяч спортсменов. Пока же представители спортивной федерации активно популяризируют этот вид спорта в нашем городе. Мы стараемся проводить информационные такие акции, чтобы познакомить ребят с этим видом спорта, показать им, как можно квалифицированно обращаться с пневматическими пистолетами. Возможно, кто-то из них придет в детские секции, начнет заниматься и через два года будет представлять нашу страну в составе сборной России. Сейчас у нас открылась уже одна секция на улице Гагарина, 72. В ближайшее время мы планируем еще открыть несколько секций в разных районах города. Подобная презентация на досуговых площадках не разовая. Мастер-классы от чемпионов мира пройдут и в других районах. Летняя кампания «Площадка нашего двора» продлится до 31 августа. Ольга Десятого, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи пройдет ночной музыкальный забег. Одно из самых необычных событий летнего сезона состоится 20 июля в Олимпийском парке. Атлеты стартуют с медальной площади сразу после завершения шоу «Поющих фонтанов» в 22.30. Участники пробегут пять музыкальных километров по ночному парку под самые узнаваемые мелодии всех времен. Каждый километр – это разные музыкальные направления. Бегуны проделают путь от поп-музыки к року, от джаза к хип-хопу и классике. На трассе бегунов будут поддерживать волонтеры и болельщики. Для самых стойких участников, которые смогут добежать до финиша, Оргкомитет приготовит сладкое угощение. Так решено отпраздновать Международный день торта, отмечаемый 20 июля. Принять участие в забеге совершенно бесплатно могут все желающие. Главное условие – прийти на забег в белой футболке и с фонариком. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok